В начале октября отмечается День ходьбы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что людям от 18 до 64 лет необходимо ходить минимум 20 минут в день без перерыва. Во Всероссийской День ходьбы корреспондент Альвина Курочинова-Кейнжева встретилась с олимпийским легкоатлетом Дмитрием Тенцем. Именитый спортсмен, директор школы Олимпийского резерва, мастер спорта по легкой атлетике, участник Олимпийских игр в Сиднее рассказал о пользе ходьбы. Во время пеших прогулок улучшается кровообращение. Люди, посвящающие прогулкам 30 минут в день, могут снизить риск инсульта на 20%. Ходьба может замедлить и даже остановить потерю костной массы у людей с остеопорозом. При ходьбе суставы постоянно находятся в действии, улучшается их кровоснабжение, что особенно полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Отличная возможность, сейчас у нас такая приятная осень, отличная возможность приобщиться к ходьбе, потому что ходьба является одним из самых доступной активностью физической, для которой не нужно никаких там больших объектов. Просто вот замечательный наш парк, зеленый остров, легко подходит. Очень много в городе локаций, которые и являются такими классными озелененными местами со спортивным уклоном. Ходьба, не стоит ее недооценивать, несмотря на то, что является такой, на первый взгляд, простой нагрузкой, но очень хорошо способствует здоровому образу жизни, повышает тонус сосуды, сердечно-сосудистая система хорошо работает, несмотря на то, что вроде бы просто ходим. Замечали ли вы, как во время прогулки улучшается настроение? И чем больше шагов, тем лучше настроение. А еще ходьба приводит в тонус мышцы ног, живота и даже мышцы рук, если используются утяжелители. Ученые выяснили, что ходьба влияет и на здоровый крепкий сон. Зачастую мы задаемся вопросом, что же лучше, ходьба или бег. Эксперты в этой области отвечают, что ходьба безопаснее. Отличие в том, что во время бега человек отрывается на некоторое время от земли и зависает на доли секунды в воздухе, затем приземляется. То есть, каждый раз приземляясь, бегун подвергает свое тело нагрузке, превышающей собственный вес. Во время ходьбы риск травматизма минимален. Какие виды спорта сейчас актуальны среди подрастающего поколения, ответил Дмитрий Тенц. Подрастающее поколение, конечно, предпочитает более активные занятия. У нас, знаете, в республике очень сильно развиты единоборства и классические олимпийские виды спорта. Кстати, легкая атлетика также совсем недавно начинает набирать, как говорится, восстанавливаться в нашей республике. И велосипедное движение, федерация велоспорта у нас появилась. Активно начинаем, как говорится, восстанавливать наши старые республиканские традиции. Но и в таких массовых мероприятиях, допустим, как Кросснации, как Российский Азимут, как Всемирный день ходьбы, молодежь принимает активно непосредственно участие, им все нравится. Ну, потому что прежде всего это и общение, и здоровый образ жизни. Ходьба ускоряет метаболизм, снижает риски обострения хронических заболеваний, помогает бороться со стрессами. Ходить настолько просто, что это может делать каждый, ведь с первых шагов в жизни начинается ее познание. Ходите дальше и дольше, и сделайте ежедневные прогулки частью своей жизни. Альбина Курочинова, Кенжи Варасул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.